Здравствуйте! Вы смотрите «Время новостей» на МТВ в студии Дарья Денисова. В Волгограде вспоминают жертв терактов в декабре 2013-го. На 7 месяцев раньше срока специалисты завершили обновление Марийского путепровода в Красноармейском районе. В Центральном парке культуры и отдыха появилась необычная скульптура «Все в твоих руках». Наши корреспонденты узнают, кому посвящена композиция. Журналисты МТВ побывают на новогодней елке в ДК профсоюзов. Об этих и многих других событиях расскажем в течение дня. Смотрите в этом выпуске. В Волгограде подвели итоги работы муниципальных властей в 2023 году. Очередную партию гуманитарной помощи отправили волгоградцы нашим военнослужащим в зону СВО. В 123-й школе Ворошиловского района появилось школьное кафе. А в Горьковке выбрали лучшую новогоднюю елку, сделанную руками сотрудников библиотеки. Там же открылась выставка, посвященная жизни императора Николая II. Расскажем и о том, как жители Царицына встречали Новый год и Рождество. Обо всем по порядку. 10 лет назад теракт на железнодорожном вокзале Волгоград-1 унес жизни 18 человек. 45 получили ранения. Сегодня глава региона Андрей Бочаров возложил цветы к мемориалу и почтил память жертв серии терактов в Волгограде в 2013 году. Ровно 10 лет назад предновогодняя неделя для волгоградцев стала траурной. Два террористических акта унесли жизни 34 человек. Первый взрыв произошел 29 декабря. Террорист-смертник произвел самоподрыв в зоне досмотрового контроля центрального входа в вокзал. Погибли 18 человек. Десятки получили тяжелые травмы. Второй теракт в Волгограде был совершен утром 30 декабря в троллейбусе маршрута номер 15 в районе остановки Качинское училище. 16 пассажиров погибли. Рядом с местами взрывов установлены памятные плиты. Каждый год на месте трагедии проходят гражданские панихиды с участием родных, близких и представителей власти. Сегодня глава Волгограда Владимир Марченко возложил цветы к мемориальной доске у железнодорожного вокзала «Волгоград-1» и почтил память жертв теракта 23 декабря 2013. Из Волгоградской области в зону СВО отправили еще одну партию груза нашим военнослужащим. В преддверии Нового года в посылках продукты, подарки и предметы первой необходимости. Какой вклад внесли организации и жители региона в поддержку участников специальной военной операции, расскажет Дарья Соловьева. Военнослужащих поздравляют с наступающим Новым годом, желают крепости духа и ждут скорейшего возвращения домой с победой. Многие неравнодушные волгоградцы, для которых слово «поддержка» – не пустой звук, вносят свой вклад в общее дело. Бойцов поддерживают все жители Волгоградской области, сотрудники различных предприятий и организаций. Мне уже задавали вопрос, нет ли какой-то усталости у нашего населения. Я хочу сказать, что усталости никакой нет. Наоборот, эта помощь нарастает. И мы понимаем, что мы делаем очень большую работу, которая нужна там на фронтах специальной военной операции. В два КАМАЗа погрузили снаряжение, предметы первой необходимости, медикаменты, подушки и одеяло, сладости, носочки, связанные с женщинами с особой теплотой. У нас есть житель города Волгограда, который передал таксический рюкзак, которым есть все необходимое для бойца. Он покупал его для себя, хотел пойти добровольцам на фронт, но по состоянию здоровья он не смог. И решил вот такой вот пассивный вклад внести ребятам. Дополнительная заявка поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Партию спецгруза сформировали полностью за счет средств регионального фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. На счет фонда ежедневно продолжают поступать средства. Вот по состоянию на сегодняшний день фонд поступило 966 миллионов рублей. На 744 миллиона рублей заключены договоры, приобретено военное оборудование, снаряжение, прибыло сюда на склады. В этом месяце около 30 тонн груза с новогодними подарками отправили с пункта сбора на Волгоград-арене. В этом году из региона в зону СВО направили около 100 тонн новогоднего груза. С весны 2022 года в области проходит акция «Тепло из дома». Каждый желающий может отправить вещи, сувениры и письма со словами поддержки военнослужащим российской армии, которые защищают интересы нашей Родины на передовой. Дарья Соловьева, Георгий Катаманов. Время новостей. Руководителям и работникам организации АПК, строительного комплекса, железнодорожного транспорта, здравоохранения, спорта, высшего образования, руководителям и сотрудникам органов местного самоуправления, руководителям общественных организаций, сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил государственные награды. Торжественное мероприятие прошло в Зале воинской и трудовой славы Волгоградской области. Ремонт и строительство дорог, обновление и модернизация городского общественного транспорта, расселение жителей из ветхого и аварийного жилья, снос старых домов и строительство новых. Основные итоги работы муниципальных властей в 2023 году подвел глава Волгограда Владимир Марченко на встрече с депутатами Волгоградской городской думы и членами общественной палаты города-героя. Глава Волгограда выразил благодарность народным избранникам и общественникам за поддержку и предложенные инициативы обеспечения оперативной обратной связи от жителей города-героя. Главный итог 2023 года – все намеченные цели реализованы. Построены новые школы, обновлены дороги, созданы парки и скверы. Все это муниципалитету и региону удалось реализовать в условиях непростой экономической и геополитической ситуации благодаря поддержке президента России и реализации национальных проектов, подчеркнул глава Волгограда. На этом фоне в нашем городе идет полным ходом финансирования всех программ. Мы не секвестировали ни одну программу, которую обсуждали вместе с вами, над которой работали вместе со всей командой. Команда – это команда города Волгограда, это депутаты, это общественная палата, это все те люди, которые болеют душой за наш замечательный город-герой. Благодаря увеличенному по сравнению с годом ранее финансированию, в 2023-м построено и реконструировано свыше трех километров новых дорог. Комплексно восстановлено 800 тысяч квадратов дорожного полотна. Построено с нуля и отремонтировано более 41 километра тротуаров. Открыто движение на Сарептском и Марийском путепроводах. С опережением почти на 11 месяцев сдан участок первой продольной магистрали, названный в честь защитника Сталинграда Евгения Рогова. Показатель нормативного состояния дорог с твердым покрытием доведен до отметки более 80%. В планах на 2024-й строительство новых участков дорог, включая улицы Симонова, Хорошева, Гамзатова, продолжение реконструкции улицы Латашинской и ряда других участков. Результаты говорят сами за себя, за 23-й год. Действительно успехи грандиозные, особенно в сфере благоустройства, в сфере транспорта, в сфере дорог. В принципе, какую отрасль сейчас не возьми. И действительно, очень за последние годы такой рывок сделал Волгоград в своем развитии. И это не только на словах, не только в цифрах. Это же мы это все видим. Еще одно ключевое направление – обновление общественного транспорта. Строительство новых реконструкций существующих социальных объектов – школ, детских садов, спортивных учреждений. Отдельно глава остановился на теме переселения из ветхого аварийного жилья. В этом году расселили 30 тысяч аварийных квадратных метров. В два раза больше, чем в 2022-м. Волгоград успешно реализовал планы по благоустройству общественных пространств и внутридворовых территорий. Мы рады. Мы это видим каждый день, что город просто преображается изо дня в день и становится краше, благоустроеннее, удобнее для жителей нашего города и для туристов. Социальная инфраструктура очень важна для жителей нашего города, что и предприятия работают, и налогоотчисления происходят. То есть город сам может себя, будем говорить, так обеспечивать. В планах наступающего года не снижать темпы, подчеркнул Владимир Марченко. У муниципалитета большие конкретные планы, подтвержденные реальным финансированием. Уверен, что мы имеем все шансы сохранить эту динамику и в 2024 году. Бюджет утвержден выше первоначального бюджета 2023 года на 18,5%. И ряд проектов уже находится в стадии реализации, о чем я говорил ранее. В том числе и имеет высокую степень готовности, что позволяет прогнозировать продолжение их реализации и поступления средств в течение следующего года. В 2024 продолжится формирование единого рекреационного кластера, который объединяет обе террасы Центральной набережной с новым амфитеатром Александровский сад, поймы реки Царицы, скверы Пахмутова и Пушкина, новый сквер строителей. Здесь же создается единый кластер детства. В него входит восстановленный гдюц, реконструируемый цирк, открывшийся Центр детского творчества в бывшем кинотеатре Победа. Уже завершено проектирование благоустройства нижней террасы набережной от бронекатера до мостового перехода через Волгу. Город готов к реализации очередного проекта. Началось обновление верхней террасы от улицы Ковентре до музея-заповедника Старинградская битва. В планах продолжит благоустройство до улицы 7-й Гвардейской. Проектно-сметная документация готова. Очень важно, что наши взаимодействия, особенно последние годы, очень активная совместная работа с администрацией города Волгограда, депутатского корпуса, общественной палатой города Волгограда, конечно, она дает свои результаты. Мы видим прекрасно, что есть уже стратегии развития. Это очень важно, как сегодня глава сказал, у нас уже идет плановое развитие. Эффективность командной работы не раз подчеркивалась на встрече. Самое главное, для чего мы все вместе работаем, в первую очередь администрация, а не потому что те силы и ресурсы, которые затрачены, это сделала администрация города. Мы помогаем, смотрим, говорим. Это качество жизни нашего города. Владимир Марченко напомнил депутатам и общественникам, что только сообща, единой командой вместе с жителями можно сделать родной город еще более красивым и комфортным для жизни, обеспечить его планомерное развитие по всем направлениям. Мероприятие в рамках комплексной десятилетней программы развития Волгограда одобрили представители регионального инвестиционного комитета и комиссии по устойчивому развитию региона. Ирина Абрамова, Дмитрий Макаров. Время новостей. Удобные диваны, телевизор, столешница в стиле лофт с разъемами для подзарядки гаджетов и непередаваемые ароматы из кухни. Еще одно школьное кафе появилось в Волгограде. Отведать свежие и аппетитные блюда и провести свой досуг в уютной обстановке теперь смогут ученики школы номер 123 в Ворошиловском районе. Дизайн интерьера кафе ребята выбирали сами. Все подробности у Екатерины Кудряшовой. Ярко, уютно и современно. Так можно описать новое место притяжения и учеников, и учителей 123-й школы. Молодежное кафе занимает примерно пятую часть столовой. Разместиться в нем могут сразу 36 человек. Очень комфортная обстановка. Не особо кричащие цвета. Диванчики вот стоят мягкие. Очень комфортабельно и приятно проводить время тут с друзьями. Кормят вкусно. Мне очень нравится. Пища вся тут диетическая, полезная. Палитра цветов в дизайне интерьера кафе здесь удачно сочетается с цветовым решением в столовой. Важно, что после обустройства новой зоны количество посадочных мест в основном зале не изменилось. Мне очень все нравится. Тут все такое красивое. Все подходит. То есть и мальчикам понравится, и девочкам понравится. Тут прикольные коты нарисованы. Я очень рада, что придумали такое в школах, потому что мало где такое есть. Оборудовать кафе в новой школе «Тысячники» в Ворошиловском районе в сентябре этого года предложил губернатор Андрей Бочаров. Идею главы региона школьники поддержали и активно участвовали в создании концепции кафе. А после голосования в соцсетях выбрали лучший вариант. Было много очень вариантов разных, но мы решились, и все больше голосов было по поводу этого дизайна. И, ну, все случилось. Тут мягкие диваны, очень красивые стулья разных цветов. Есть еще зарядки, чтобы заряжать телефоны, и это большой плюс в этой школе. Реализовать идею с учетом пожеланий школьников и педагогов помогли специалисты компании-оператора общественного питания. Пространство площадью чуть больше 50 квадратных метров получилось многофункциональным. Его можно быстро переоборудовать под проведение небольших мероприятий. Зона, где можно комфортно отдохнуть, посидеть на диванах. Затем здесь есть зона, где можно воспользоваться зарядными устройствами. Мультимедийная зона. Опирались больше на предпочтение детей, что любят сейчас дети. Ну, как показала практика, дети любят что-то связанное с котиками. Помимо преображения части столовой, ученики школы отмечают и неповторимый вкус блюд. Сбалансированное меню включает в себя более 70 наименований, а для гурманов и сладкоежек в буфете доступна свежая выпечка. Регулярно специалисты компании-оператора общественного питания проводят ротацию ассортимента. Качество на контроле у сотрудников профильных структур и родителей. Новое креативное пространство добавляет блюдам особый изыск. Создать уютный уголок, даже в столовой, и назвать его кафе, красиво оформить. Это очень интересная мысль. И, возможно, это тоже сподвигнет к новым оценкам, к новым знаниям, к неформальным встречам учителей, учеников, родителей. Мы очень рады, что у нас появилась такая зона отдыха, зона комфортной. И очень благодарны и Андрею Ивановичу. Напомним, ранее в нашем городе под современные молодежные кафе переоборудовали столовые в школе номер 33 и гимназии номер 12. Вопрос организации питания детей в школах находится на контроле региональной власти и муниципалитета. Екатерина Кудряшова и Рубентальские. Время новостей. Погода в новогоднюю ночь, изменение цен на яйца, рыбка-гигант на первой зимней рыбалке и какой десерт сделал Волгоградку лучшим кондитером по Волжье. Далее краткий обзор самых читаемых публикаций нашего информационного портала mtv.online. С 1 января 2024 года волгоградцы начнут жить по новым законам. Что изменится? Насколько выросла средняя зарплата волгоградцев? В Волгограде снизилась цена на куриные яйца. За какую сумму можно купить десяток? Лучше предупредить. Волгоградцам рассказали о профилактике желчекаменной болезни. Почему мужчины чаще соглашаются на работу с черной зарплатой? Сколько процентов россиян планируют путешествовать на новогодних каникулах? Волгоградцев предупредили о мошеннической схеме с низкими ценами в Новый год. Что важно знать? Волгоградец поймал судака-гиганта на своей первой зимней рыбалке. Как удалось выловить рыбку на 6 килограммов? Дожди, мокрый снег, сильный ветер. Синоптики рассказали о том, какая погода будет в новогоднюю ночь в Волгограде. А также, что нужно сделать волгоградцам 29 декабря, чтобы следующий год был финансово благополучным. Волгоградку признали лучшим кондитером по Волжье. Какой десерт не оставил шансов соперникам? И как будут работать почтовые отделения Волгоградской области на новогодних праздниках? Об этом и не только. Читайте на сайте mtv.online. 19-летний грабитель, порча чужого автомобиля, полтора миллиона рублей, перечисленные на счета лже-брокеров. Далее криминальная хроника. О происшествиях на территории области за минувшие сутки расскажет сотрудник пресс-службы регионального главка МВД России Яна Маркина. В Новониколаевском районе полицейские задержали подозреваемого в грабеже. 19-летний неработающий, ранее судимый житель хутора ударил 55-летнюю женщину и похитил деньги, а также мобильный телефон. Деньги в сумме 5000 рублей задержанный потратил на личные нужды. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание до 7 лет лишения свободы. В Урёпинске участкового полномоченной полиции задержал подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества. Установлено, что 42-летний неработающий местный житель в ходе конфликта с мужчиной руками и ногами разбил стекла на его автомобиле. Устанавливается сумма причиненного ущерба. По данному факту проводится проверка. В Камышине местная жительница решила приобрести прибыль путем торгов на фондовой бирже. На протяжении нескольких дней женщина переводила деньги неизвестному, который представился брокером. Когда сумма достигла полутора миллионов рублей, мошенник перестал выходить на связь. Женщина не получила ни прибыли, ни своих денег обратно. Полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на задержание преступников. Уважаемые граждане, не верьте неизвестным предлагающим мгновенную прибыль от инвестирования. Помните, прежде чем перевести деньги, следует проверить легальность деятельности брокерской компании. Не приводите свои сбережения неизвестным, кем бы они ни представлялись. Будьте бдительны. Красивые и нарядные. Традиционный конкурс «Парад елок» проходит в областной библиотеке имени Горького. Креативные новогодние композиции своими руками создали сотрудники храмознаний. Максим Черпак не только познакомился с их авторами, но и изучил необычные конструкции. Более 30 новогодних красавиц встречают читателей библиотеки. Елки здесь самые разные. Вязаная, нарисованная, сделанная из открыток страниц книг и упаковок. Видно, что библиотекари делали их с душой, использовав всю свою креативность. Некоторые сотрудники сделали целые композиции. Ими можно не только любоваться, но и взять частичку праздничного настроения себе. В елочной композиции «Просто елка» каждый гость библиотеки может взять себе на память конверт, в котором находится душевное новогоднее поздравление. Композицию с живой елкой, украшенной гирляндами, игрушками и красной звездой на макушке в стиле прошлого века подготовила Ирина Соломина. Готовилась тщательно, чтобы поднять настроение себе, коллегам и всем читателям Горьковки. Рядом с главным атрибутом Нового года – дополняющий атмосферу зимнего праздника – санки с коньками, шапкой и варежками. «Захотелось вернуться к старым традициям. Когда люди ходили на Новый год друг к другу в гости, когда отправляли посылки, когда присылали письма, когда елка была самая, что ни на есть настоящая, из леса, живая, красивая. И вот она нарядная, на праздник к нам пришла». А рядом чичелаки – традиционный новогодний символ грузинского народа. Его изготавливают из ветвей орешника. «Мастер берет тонкую, беззазубленную веточку, сухую, и стругает ее до тех пор, пока она не приобретает вот такую замечательную пышную крону. Эта крона в течение всех праздников впитывает в себя, по поверью, весь негатив уходящего года. А потом ее, как у нас чучело-масленица, так и елочку, ее сжигают. И вместе с пеплом уходят все печали, горести ушедшего года». Сотрудники Горьковки проводят парад елок третий год подряд и каждый раз опровергают мнение, что новогодними украшениями удивить сложно. Творческий потенциал сотрудников, их креативные идеи и решения воплощаются в настоящую новогоднюю сказку. «Невероятные реакции. Просто все люди, которые заходят, сразу поражаются. А у нас очень часто приходят и с детьми, есть и взрослые, но даже взрослое и мужское население, которое приходит в нашу библиотеку, просто широко раскрывает глаза от всего увиденного. Все очень рады и счастливы, потому что то настроение, которое мы создаем здесь, в нашей библиотеке, оно, конечно, передается каждому читателю от мала и до велика». Парад елок в библиотеке Горького продолжится и после Нового года. Приходите и заряжайтесь праздничным настроением. Максим Черпак, Виктор Хиврин. Время новостей. Главное правило любого праздника – хорошее настроение, семейная атмосфера и вкусные угощения на столе. В предновогоднем выпуске кулинарного ток-шоу за настроение отвечает юморист, певец и народный артист России Владимир Винокур. Смотрите сразу после этого выпуска новостей программу «Спасите, я не умею готовить». Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале нтв.онлайн. Полная коллекция видео на рутуб.ру. Не пропустите главное. Подписывайтесь на наш канал. На этом пока все. Встретимся в эфире уже в 17.00. Не переключайтесь. Сегодня в Волгограде небольшой снег, ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»